Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Работники ВСМПО «Ависма» готовят обращение Путину. Новые известия сообщают. Профсоюз завода ВСМПО «Ависма» в Верхней Салде Свердловской области собирает подписи трудового коллектива под письмом к президенту РФ. Профсоюз просит призвать к ответу заезжих горе-руководителей, новых топ-менеджеров предприятия. Председатель профсоюза депутат Гордумы Зульфар Файзулин категорически отказался согласовывать новую систему оплаты труда. По ней зарплата работников сильно зависит от отношения начальства. Убирают доплату за стаж и снижают доплату за ночные смены с 40% до 20%. Профсоюз заявляет, что руководство компании не приводило никаких ни правовых, ни финансовых, ни организационных доводов в споре об интексации, а аргументация ограничивается тем, что они просто так хотят. И сказано 6%, значит 6%. Радуйтесь этому. По состоянию на январь 2022 года, при общей численности 20 тысяч человек, в СМПО АВИСМА не хватало почти 500 работников. Теперь же, по состоянию на 13 июня, благодаря новой политике руководства, на заводе не хватает почти 2000 человек, рабочих и ИТР. Люди увольняются из-за низких зарплат. В коллективном обращении говорится, получая миллионные бонусы, руководители корпорации игнорируют условия коллективного договора и отраслевого соглашения по авиационной промышленности в части индексации заработной платы и других условий, связанных с оплатой труда. Мы добьемся перерасчета индексации, используя возможности судебной системы и другие правовые институты страны. Мы никогда не призовем наших рабочих ни к забастовке, ни к митингам, понимая важность продукции, выпускаемой на нашем заводе. Но мы призовем к ответу тех, кто, наживаясь на людях труда, попирает законность и игнорирует государственную политику в отношении людей труда. Один из рабочих рассказал, что руководство завода смотрит на рабочих, как на грязь под ногами. Индексацию зарплаты и каждую копейку приходится отвоевывать. Высококлассным, редким специалистам надоедает этот произвол, и они уходят работать кассирами в продуктовые магазины. Рабочий оценивает действия руководства как вредительство. Профсоюз – это организованная сила трудового коллектива, если в нем работают сами рабочие. Работодатель будет соблюдать все до единой договоренности с коллективом только в одном случае – зная, что коллектив всегда готов начать забастовку или работу по правилам. Пора собирать силу в действующем профсоюзе и коллективно добиваться требований повышения зарплат и улучшения условий труда. Не нужно самим себя запугивать. В Свердловской области не действует режим военного положения. Забастовки разрешены законодательно. То есть являются одним из законных способов разрешения социально-трудовых конфликтов. Пока руководство завода подрывает обороноспособность страны, создавая такие условия, в которых работники бегут с предприятия, рабочим нужно взять свою жизнь в свои руки и добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда. И если дефективные собственники и их халуи не справляются с развитием оборонно-промышленного комплекса страны, ставить вопрос о национализации завода. Новости читала Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания. Субтитры создавал DimaTorzok